МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не понимаю я, но спас он тебя от каких-то отморозков, и что, нужно сразу их знакомить? Зачем ты это делаешь? Или у тебя вспыхнули чувства? Нет. Тогда зачем? Дело в Полине, понимаешь? Герман узнал, что у него есть дочь в тяжелом состоянии, в адмалидном кресле. И вместо того, чтобы исчезнуть, так же неожиданно, как появился, нет, он хочет с ней познакомиться. Так, может, у него есть деньги на операцию? Ты говорила с ним об этом? Нет. А будешь? Сам узнает, если захочет. Так, а когда, ты говоришь, придет Герман? Через два часа. Отлично. Просто хочу на него со стороны посмотреть. Ты же не против? Привет. К сожалению, ничем не могу помочь. Дополнительное место требует дополнительных субсидий, а их просто так не выделяет. Послушайте, девочка недавно пыталась покончить с собой. Она не могла смириться с тем, что навсегда останется инвалидом. Если вы поможете ей, вы спасете ее жизнь. Я вас прекрасно понимаю. Но, к сожалению, ничем не могу помочь. Может, я оставлю вам визитку? Вдруг что-то изменится? Ну, вряд ли. Ну, оставляйте. Постойте, а вы, случайно, не родственник известного хирурга Вершинина, который работает в столице? Я и есть тот самый Вершинин. Какими судьбами к нам? Сам Вершинин в нашем захолустье. Послушайте, вам от меня огромное человеческое спасибо. Если бы не вы, Насте бы ампутировали руку. Это моя племянница. Настя... А, Караваева Настя. Да, у нее был очень тяжелый перелом и раздробленная кость. Это просто чудо. Вы хирург от Бога. Спасибо, это моя работа. Я постараюсь вам помочь. Я скажу коллегам, чтобы они внесли девочку в программу. Спасибо. Но есть один момент. В комиссии кроме меня еще пять человек. Поэтому никаких гарантий дать не могу. Я вас понимаю. Полин, у меня к тебе просьба. Мы на даче решили построить беседку, и нужно нарисовать эскиз. Не могла бы ты это сделать? Какой эскиз? Ну, такой архитектурный проект, что ли. Давайте чуть позже. Я сначала хотела с мамой поговорить. Ладно. О чем ты хочешь поговорить, доченька? Расскажи мне про свою новую работу. А почему тебя это так заинтересовало? Мам, откуда у тебя деньги на мою операцию? Хорошо, скажу. Знаешь, в медицине есть такое понятие – суррогатное материнство. Я знаю. Я в интернете об этом прочитала. Так ты родишь какого-то чужого ребенка и продашь его, да? Мам, ну это же ужасно. Так, подожди. Мне кажется, что ты сейчас несправедлива по отношению к маме. Я не знаю, что ты читала в интернете, но ты все неправильно поняла. В этом нет ничего плохого. Ну, раз ты скрыла это от меня, значит, и ты считаешь, что это плохо. Торговать детьми – это гадко. Так, подожди, Полин. Надюш, не могла бы ты нас оставить? Мы с Полинкой немножко поговорим. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Дай нам пару минут. Значит так, Полин, я сейчас тебе… Тетя Катя, не надо. Я знаю, что вы сейчас будете защищать маму. Я, в принципе, не собиралась этого делать. Я сейчас попытаюсь оправдать тебя. Меня? Меня? Да, тебя. Я здесь при чем? А при том, что твоя мама долго не могла решиться на суррогатное материнство. Она все время думала, где взять денег тебе на операцию. Но… Она очень дорогая, не перебивай меня. Мама думала только о том, как поставить тебя на ноги. И сейчас, вместо того, чтобы ты ее поддерживала, была ей благодарна. Ты устраиваешь какие-то непонятные разборки. Значит так. Мама сейчас вернется в палату, и я хотела бы, чтобы ты извинилась. Понятно? Я не слышу. Да. День добрый. Я хочу продать квартиру. Она трехкомнатная. Я собственник. Все нормально. Я поговорила с Полиной, мы во всем разобрались. Что ты ей сказал? Что ты ее любишь. Катюш, спасибо тебе большое. Я рада в этой ситуации хоть как-то помочь тебе. Вот только вопрос у меня. Откуда она узнала? Ты не спросила? Спросишь? Угу. Грымза, что надо? Да, здравствуйте. Но у меня сегодня выходной. Ладно, я постараюсь. До свидания. Черт. Грымза звонила. Говорит, что сегодня проверка и просит приехать. Что теперь делать? Беги на работу. А как же встреча с Германом? Ничего без тебя встретимся. Ладно, посмотрю на него в другой раз. Только нужно, чтобы это случилось максимально быстро. Почему? Ну, потому что в твоей ситуации время – деньги. Нужно понять, готов ли он помочь Полине. Не нужно этого делать. Так, расслабься. Я сейчас на работу, а вечером созвонимся. В чем дело? Ну, здравствуй, Герман. Здравствуйте. Десять дней прошли? Да-да-да, я знаю. Денег нет. Это пока. Это же наследство, оно не оформляется за десять дней, а там… Так и знал, что ты меня за лохо держишь. Владислав Олегович, я не держу вас за лохо. Поехали. Я все понимаю, мам. Ты так поступила ради меня. Просто говори мне всегда правду. Не скрывай от меня. Хорошо? Обещаю, больше никаких тайн друг от друга. Мам, а ты хотела бы ставить себе ребенка, которого сейчас носишь? Почему ты спрашиваешь? Тогда бы у тебя был здоровый ребенок. Кто тебе наговорил эту чушь? Кто тебе сказал, что я ношу чужого ребенка? Меня просили не говорить. Полиночка, я обещала тебе никаких тайн друг от друга. И ты, пожалуйста, от меня ничего не скрывай. Татьяна Лера мне рассказала про сурракатное материнство и про то, что ты сказала, что хочешь оставить себе будущего ребенка. Что она еще сказала? Больше ничего. Только ты ей не рассказывай, хорошо? Она просила меня не говорить. Хорошо, не скажу, обещаю. Мужики, Владислав Олегович, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Надо, Герман, надо. Ты ж по-хорошему не понимаешь. Олегович, я же отдам деньги, я не думал никого бросать. Инструмент, инструмент неси. Олегович. 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 Пожалуйста, не делайте этого. Лопату бери, копай. Могилу копай себе. Моя невеста, Лерка, вы же помните, я вам говорил, она наследство получит. Помоги ему. Не надо. Кайло возьми, до ночи сидеть здесь будем. Мороз, земля, мертвый, дай ему кайло. Семь, восемь, расслабляемся, отдыхаем. Ну, это очень легкое упражнение. Я хочу сложнее. Ну, более сложнее, еще рано. Ну, почему? Я знаю, у меня получится. Полин, нагрузку на позвоночник мы увеличиваем постепенно. Вначале делаем более легкие упражнения, потом сложнее. Запомнила? Ну… Что? Запомнила. Вы, мои докторы, вы знаете, что мне можно, а что нельзя. Ну, вот и молодец. Я обещаю, что дальше мы будем делать более сложные упражнения. Я так хотела стать великой гимнасткой. Заработать деньги, чтоб мы с мамой ни в чем не нуждались. А теперь я ничего не могу. Быть богатым и знаменитым – не самое главное. Я считаю, что самое главное – быть хорошим человеком. И вообще, хватит думать о прошлом. Лучше думай о будущем, как ты будешь бегать и прыгать. Хорошо? А теперь мы переходим к следующему упражнению. Ну, давай, 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 Дед. Поиграть решил со мной, да? Я не играю. Ну, доверие моему проехаться? Нет. Копай, жестче копай. Физический труд облагораживает, а? Ну… Давай, 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 давай. Я не могу. Ну, ладно, черт с ним, достаточно. Забирай инструмент. Это было последнее предупреждение, ты понял? Глаза мне смотри. Да, 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 я понял. До тебя дошло? Да. Пошли, мороз, колотун страшный. Ну и слава богу. Что, мам? Ничего. Ну что, погуляли? Поехали в палату? Поехали. 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 Здравствуй. Знакомься, Полина, это Герман Юрьевич, мой институтский товарищ. Полиночка. Я твой папа. Не ее родство, пожалуйста, встань. Полина. Нам нужно идти, у Полины сейчас будут процедуры. Я отвезу ее, потом вернусь, поговорим. Прости. Добрый день. Добрый день. Вас интересует недвижимость? Нет, я по поводу Германа. Присаживайтесь, пожалуйста. Свободно, спасибо. Спасибо. Или Герман отдает мне долг, или на всю жизнь останется инвалидом. Как минимум. Ну скажите, зачем вам муж инвалид? У него есть долги. А вы не в курсе? Нет, не в курсе. И какая сумма? Да, да, сумма приличная. И если вы ему не поможете, то… Герман сказал, что у вас возникли проблемы с наследством. Это так? Да, есть кое-какие нюансы, но вас это не касается. Ну, как знать. Вдруг смогу помочь. Если что, обращайтесь. Вряд ли. Но буду иметь в виду. Мам, а почему ты мне сразу не сказала, что он мой отец? Прости, Полиночка, была не права. Ну ты же обещала, что между нами больше не будет, Тань. Да. Надо было сразу тебе все сказать. Прости, родная. А хочешь, то его больше никогда не увидишь. А как ты хочешь, мам? Я хочу, чтобы было так, как ты хочешь. А я как ты. Вот и поговорили. Ну, что будем делать с этим Германом? Не знаю. Пусть приходят, что ли. Ну, он что-то надел. Мы с тобой о чем договаривались? Хотя на что я надеялась? Что это за цирк был на коленях? Знаете, я… Может быть, и так, конечно, все по-дурацки выглядит, но… Я переоценил очень многие вещи. Я просто знаю четко, отчетно… Я вижу, что я не то делаю. Я не так живу. Я не… Я… И… Скажи, чем я могу помочь? Полине, я хочу участвовать в жизни дочери. Это надо заслужить. Как? Скажи, как. Хорошо. Полине сейчас нужна операция за границей. Перспективы у нее по здоровью сейчас не очень радушные. Деньги нужны? Да. Я думала, что я нашла деньги на операцию. Она оказалась намного дороже. Сейчас мы ищем недостающую сумму. Сколько? Двадцать тысяч евро. Мы ждем ответа от Минздрава, включат ли нас в программу. Я найду двадцать тысяч. Надь! Да. Я сегодня утром был в министерстве. Обещаю помочь. Оставшуюся часть суммы, я думаю, мы найдем. Замечательно. Спасибо вам большое. Да, я рад. Что-то не так? Объявился отец Полины. Ну вот как? Очень рад. Дело в том, что она его не видела никогда в жизни. Теперь я не уверена, что их общение пойдет им на пользу. Так умолял меня познакомить их. Возник как черт из табакерки. Любовь вернулась, да? Я не знаю, что с ним произошло. А как Полина отнеслась к этому? Я у нее спросила, хочет ли она общаться с ним. Она сказала, как ты хочешь, мам. Я думала, ей это нужно. Теперь будет к ней ходить. Я совсем этому не рада. Понятно. Я пойду, вы извините, у меня начинается операция. Все в порядке. Тогда извините. Ты ничего не хочешь мне сказать? О чем? Про долг свой. Ко мне приходил этот твой Владислав Олегович. Почему ты мне раньше все не рассказал? Лера, я просто не хотел тебя волновать. Прости. Просто я как раз и хотел об этом поговорить. Слушай, хватит врать. Я действительно хотел тебе сказать. Именно сегодня. Пожалуйста, хватит врать. Пожалуйста. Я не вру. Значит так, если ты хочешь быть со мной, ты сначала разберешься с этой суррогатной мамашей. И я получу наследство. И только потом мы отдадим вот этот твой долг. Лер, давай поговорим. У меня есть план. Мы же можем продать дом коренью и выручить хорошую сумму. Что за бред? Я еще не вступила в наследство, как мы можем продать дом. Легко. Я все продумал. Я оформляю дарственную задним числом между твоим братом и тобой. Потом ты продаешь этот дом мне. А потом я нахожу на него покупателя. Все. Что? Слушай, я даже не хочу вникать в эти твои махинации, хитроумные. Делай, что считаешь нужным, Герман. Но это никак не отменяет того, что ты должен сделать с этой мамашей. Я должна получить полностью все, что было у моего брата. Только именно из-за этого я сейчас тебе помогу. Понятно? Конечно. А потом я тебе скажу кое-что приятное для тебя. Что? Сначала сделай то, что должен, а потом посмотрим. Погода обалденная просто. Может, мы с тобой куда-нибудь махнем? В кафе, например? А чего нам сидеть здесь? Духотища. А? Да. Или, может, в пиццерию. Ты любишь пиццу? Люблю. Ну, так погнали. Но доктор не разрешил. У нас скоро лечебная физкультура. Я с ним договариваюсь. А вот и он. Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знакомы? Да. Герман? Да. Юрьевич. Отец Павлович? Вот как. Алексей Павлович, у меня к вам разговор очень важный. Можно вас? Идёмте. Алексей Павлович, я заберу дочку погулять в кафе. На часок. Сейчас у Полины лечебная физкультура. А она же может позже позаниматься? Это принципиально? Нет, принципиально. Мы готовимся к операции. Ну, на часок. Ну, сейчас Женя ничего не решит. Решит. Ну, давайте договоримся. Уберите. Если у вас вопросов больше нет, разговор закончится. Ну, а что мало? Ну, если мало, то назовите свою цену. Послушайте, если вы не прекратите… Хватит ругаться. Я на физкультуру. Привет. О, Надя, привет. Ты к Полине? У неё занятие. Она с доктором ушла. Я думаю, воздухом подышу, чтобы… О, чуть фрукты в машине не забыла. Лера, знакомьтесь, это Герман. Отец Полины. Герман, это Лера. Извини, я в машинку что-то ставлю. Вы знакомы? Нет. Лера, сейчас у Полины занятие. Давайте пустим на скамеечке. У меня к вам небольшой разговор. Да-да, конечно. Да что ж такое? Все в кучу. Что-то случилось? Да, налоговая в офис нагрянула. Наденька, а вы уж извините, но мне нужно срочно ехать. Хорошо. Заходите в другой раз. Полине передайте фрукты. Всего хорошего. Когда вам удобно? Не проблема. Давайте послезавтра в три часа. Всего доброго. Нашел покупателя на дом. Назначил на послезавтра. Ну? Как ты мне это объяснишь? Рассказывай давай про свою большую дружную семейку. Это было давно, Лера. Очень давно. Мы тогда учились в институте. Мы с Надей были вместе. И так вышло, что… То есть, ты водил меня за нос все это время? И ты на самом деле не собирался ничего делать, потому что когда-то вы были с ней вместе? Я собирался. Поверь. Я собирался. Я был готов. Я принял решение. Но когда я узнал, что у меня есть дочь… Ну ты же понимаешь, я не могу нанести вред матери моего ребенка. Ты рушишь наши планы из-за какой-то девчонки, которая на всю жизнь останется инвалидом? Ей уже ничего не поможет. Я в любом случае должен хотя бы попытаться помочь. Хорошо. А как же тогда наши с тобой отношения? Наша семья, наш будущий ребенок? Ты об этом подумал? Лера, я умоляю тебя. Давай поможем сначала моей дочери. А потом я обеспечу и вас, и нашего будущего ребенка. Каким образом? Герман, ты саботируешь все наши планы. Я понимаю, почему ты решил продавать дом. Не столько, сколько из-за долгов, а из-за этой девчонки-инвалида, да? Не смей ее так называть. Герман, между нами все кончено. А с этой суррогатной мамашей как-то сама разберусь. Я тебе не позволю, Лер. А что ты сделаешь? Только попробуй мне помешать, и я тебя уничтожу. Это чудовищно. Не могу поверить, что ради денег… Как бы это чудовищно ни звучало, но это правда. Это факт. Как факт и то, что пока ты носишь этого ребенка, угроза существует и для тебя, и для ребенка, и для Полины. Потому что Лера никогда не откажется от наследства брата. Поэтому держись от нее подальше. Для начала надо разорвать с ней отношения, ну, с ее дружбой как-то. Так все, что ты мне рассказал сегодня, нужно рассказать полиции. Сразу отметается. Нет улик против Леры. Ну, ты же дашь показания. И что, мое слово против ее? Мне не поверят. Но у меня план есть, Надь. Какой? Только, пожалуйста, ты до конца высушай и не перебивай. Смотри, она от своей цели не отступится. Цель у нее одна – наследство. Ты же понимаешь это. Но я попытаюсь поговорить с ней, чтобы она выплатила тебе деньги, ну, недостающую сумму на операцию. Это будет даже больше, чем положено по договору. Условие только одно. Надо сделать аборт. То есть, ты снова предлагаешь мне аборт? Нет, погоди, Надь. Это не то же самое. Это два разных случая. Зато случай я уже покаялся. Это совсем другое. Я не буду делать аборт. Это же не твой ребенок. Надь, ты меня прости, но ты же суррогатная мать. Или ты ради наследства это все. Так ты и не сможешь им распоряжаться. При чем здесь деньги? Надь, Надь, погоди. Пожалуйста. Пожалуйста. Это единственное правильное и разумное решение. Я пойду к юристу и разорву договор. Это ничего не изменит? Поверь мне. Значит, вы решили оставить ребенка себе? Да. После всего того, что я узнала о Валерии, я ей ребенка не отдам. Хорошо. Хочу вам напомнить, что в случае расторжения договора, вы обязаны вернуть выплаченное вам вознаграждение. Это точно? Да. Почитайте. Может, вы все-таки еще подумаете? Да. Мне нужно время подумать. Надя, мне нужно с вами поговорить. О чем? Почему вы такая сердитая? Герман мне все рассказал. Про наследство, про то, как он за мной следил, про то, как вы мне лекарства в чай подсыпали. Это стоило от него ожидать. Ну что ж, так даже лучше, что вы все знаете. Как видите, я серьезно настроена, поэтому у меня к вам есть предложение. Представляю, что вы можете мне предложить. Надя, вам же очень нужны деньги. Так вы их получите. Только перед этим я найду гинеколога, который сделает вам аборт. Но в справке напишут, что произошел выкидыш. Потом мы с вами пойдем к юристу, поплачемся, и разорвем этот проклятый договор, и все будут довольны. Вы с Германом сговорились или мыслите одинаково? А он здесь при чем? Он мне вчера то же самое предложил. Ну я рада, что он еще не потерял здравый смысл, но нет, он здесь ни при чем. Мы с ним не виделись и вообще наши отношения исчерпали себя. Так что? Давайте будем общаться через юристы. Надя, подождите. Перестань корчить из себя святую. Я прекрасно понимаю, что у тебя, Наоми, и поверь, я не дам тебе завладеть наследством моего брата. Какая же вы дрянь. Мы не в театре, и зрителей здесь нет. Решай, все равно все будет по-моему. Никакой сделки не будет, я рожу этого ребенка. И когда он достигнет совершеннолетия, он получит наследство. Вам оно не достанется. А те деньги, которые перечислены мне за суррогатное материнство, перечислены не вами. Если хотите вернуть, судитесь. Ты этого не сделаешь. Я уничтожу тебя. Кстати, по поводу уничтожен. Если вы еще раз появитесь в палате моей дочери и наговорите ее гадости, я вас уничтожу. Так, в чем ваша проблема? На наследство моего брата претендует одна женщина. Вернее, ребенок, которого она носит. Так вы хотите, чтобы мои люди разобрались с этой женщиной так, чтобы она потеряла ребенка? Я вас правильно понял? Совершенно верно. Работа, скажем так, деликатная. Двадцать тысяч евро. Валерия Евгеньевна, при всем уважении, это просто смешно. Хорошо. Сорок тысяч. Пятьдесят процентов вашего наследства от Коренева. Что? Вы вообще в своем уме? Решайте. Или вы не получаете ничего, или половину. Я подумаю. О своем решении я скажу вам завтра. Жду. С нетерпением. Да пошли вы все. Я совсем сама справлюсь. Из министерства есть какие-то новости? Еще пока нет, но сегодня я туда еду. Если они откажут, я не знаю, что делать. Я чувствую моральные обязательства перед родителями, которые хотели этого ребенка. Я просто не могу его убить. Что делать? Надь, я продаю свою квартиру. Этих денег, их... Хватит для того, чтобы спасти Полину, вылечить ее. Рассчитывайте на меня. Делайте то, что вы считаете нужным. Оставляйте ребенка. Но я не могу приносить эту жертву. Это никакая не жертва. Я делаю, ну, потому что иначе никак не могу поступить. Почему вы это делаете? Потому что я люблю вас. И мне дорога Полина. Любите? Мои чувства у вас ни к чему не обязаны. Алексей Павлович, там у Григорьева из второй палаты давление упало. Сейчас, удовольствие, секундочку. Извините, но это... Герман, он, он очень опасный человек. Очень. Он запугал меня. Каким-то чудом, обманом достал образец моей подписи. Паспорт. Он вообще может подделать любые документы. Я в этом просто не разбираюсь совершенно. Я знаю только одно, что сегодня у него назначена сделка, чтобы продать дом моего покойного брата. Напомните, как зовут этого негодяя? Смирнов Герман Юрьевич. Случайно не знаете, в котором часу сделка? Случайно знаю. Я подслушала его разговор по телефону. В три часа встреча. По какому адресу? Улица Чайковского, дом 20. Чайковского? Я умоляю вас, помогите, пожалуйста. Дом 20. Да не волнуйтесь. Возьмем с поличным. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Алексей Павлович хочет предложить нам деньги для твоей операции за границей. А откуда он их возьмет? Хочет продать свою столичную квартиру и дать нам деньги. Мам, наверное, он тебя любит. Если так, то я рада. Еще я не хочу отдавать малыша тете Валерии. Это исключительно связано с ее непорядочностью. Ни с чем больше. Как ты к этому относишься? Значит, у меня будет сестричка или братик? Здорово! Мам, когда он вырастет, он сможет стать знаменитым спортсменом. Как ты и хотела. Ты моя родная. Мне это совершенно не нужно. Главное, чтобы ты была здоровая и счастлива. Как этот малыш. Как нравится дом? Замечательный дом. Слом нет. А можно еще раз взглянуть на ваши документы? Без проблем, естественно. Замечательный дом. Там все в порядке. Вонторюсь, мы заверим. Добрый день. Капитан Бирюков. Гражданин Смирнов. Вы задержаны по подозрению о мошенничестве. Гражданин следователь, это недоразумение. Ну, вообще-то вы взяли с поличным. На совершение незаконной сделки. Почему незаконной? Вот документы, там все в порядке. В каком порядке ваши документы, нам сообщила Валерия Красуцкая. Можете ознакомиться. Она все неправильно поняла. Я не собирался ничего продавать. Это была шутка. Шутка? Ну, конечно. Сделки не было. Да. Вы знаете, интересны у вас шутки. Вот вся информация о ваших делах. Коллеги, кстати, из Германии прислали. Мошенничество за границей, подлоги, подделка документов. Надь, я только что из министерства. Полину включили в программу. Правда? Да. Я так рада. А когда они смогут отправить Полину на лечение? А вы где находитесь? Я в аптеку ходила, но скоро буду дома. Надя, все отлично. Я могу приехать и все подробно рассказать. Конечно, приезжайте. Надя! Надь, все отлично. Надь, все. Надь, все хороши. Как он? Спросите его сами. Дышь. А где я? В больнице. Вы попали в аварию. Помните? Авария. Да, помню. Нет-нет, лежите. Вам нельзя вставать. А что, со мной? Ваше состояние, к счастью, уже не вызывает серьезных опасений. Единственное, вы же знаете, что были беременны? Ну да, конечно. А что? Мне тяжело это говорить, но ребенка вы потеряли. Не Глеб. Но это к лучшему. Я все равно с отцом ребенка рассталась. Но в дальнейшем я же смогу иметь детей? Боюсь, что нет. К сожалению. Как самочувствие, Валерия Евгеньевна? Отвратительно. Германа мы задержали. Но хочу сообщить, что после выписки мне придется задержать и вас. А я здесь при чем? Что вы меня обвиняете в чем-то? В намеренном наезде на господина Вершинина. Да вы с ума сошли. Я же сама пострадала. Я попросил бы вас обратить внимание на то, что ранее знакомый вам Смирнов Герман Юрьевич дал показания, благодаря которым можно сформулировать обвинение против вас о покушении на убийство. Да он лжет все. Он просто мне мстит. Зачем мне убивать Вершинина, если я его даже не знаю? Ну, его может и незачем. А вот Надежду Соловьеву… Я не скажу больше ни слова без адвоката. Вроде ничего не забыли. Даже если забыли, позвоним Алексею Павловичу, он нам потом привезет. Если успеет. Послезавтра уже летим в Германию. Забыла? Я помню. Давай уже поедем домой. Надоела больница. Полина, звонил адвокат Герман. Отец твой хочет, чтобы мы приехали к нему на свидание. Куда? В тюрьму? В следственный изолятор. Там обвиняемые ждут суда. А Майя и отец действительно преступник? Он много ошибок совершил в жизни. Но если ты не хочешь ехать, я позвоню адвокату и откажусь. Спасибо, что все-таки пришли. Это было решение Полины. Спасибо, Полина. Время? Да. Надь, можно я кое-что скажу Полине наедине? Хорошо. Спасибо. Полина. Я хочу попросить тебе прощения. За что? За то, что меня не было рядом с тобой все эти годы. Я очень сильно жалею в этом. Очень-очень. И мне кажется, что я пустил в этой жизни что-то очень важное. Понимаешь? Ты меня простишь? Конечно. Ты же мой отец. Как бы я хотел быть по-настоящему твоим отцом. Можно я буду писать тебе письма? Ты, если не захочешь, можешь не отвечать. Но я, по крайней мере, буду знать, что мои письма читает родная дочь. Что? Уже? Герман Юрьевич, к сожалению, время стекло. И если вы не хотите проблем в будущем со свиданиями, я очень рекомендую вам прощаться. Я понял. Я понял. До свидания, Надь. Прощай, Герман. До свидания, Полина. Пока, папа. Пиши мне. Хорошо. Хорошо. Полин. Полин, когда вернешься в спорт? На брусья там. Теть Кать, и какой спорт? А что? Стану великой художницей, и мама с братиком будут мною гордиться. Я и так тобой горжусь. Молодец. Хорошая девочка. Так, девчонки, с вами хорошо, но мне пора на совещание. А то не гуже как-то заведующей опаздывать. Что-то много после нашей Грымзы приходится разгребать. Ой, слушай, бедные родители до сих пор не могут поверить, что проблемы в садике решаются без взяток. Представляешь? Ладно, я побежала. Кстати, когда новоселье? Скоро. Я тебе обязательно позвоню. Хорошо. Все. Спасибо за прогулку. Пока, малыш. Пока, мой хороший. Давай пять, художница. Ух. Все. Пока. Пока. Дядя Леша. Здравствуй, мой хороший. Привет. Это тебе. Спасибо. Любимая семья. Спасибо. Ну и, конечно же, любимому сыну. Дядя Леша. Признавайся, ты кому машинку купил? Ванечке или себе? Ну, конечно, себе. Леша, ему еще такие машинки рановаты. Ему погремушки нужны. Вы не замерзли? У-у-у. Пойдемте. Кстати, когда мы на море поедем? Замерзла? Скоро уже. Дом достроен, мы поедем. И Ванечку возьмем? Конечно, возьмем. Мы же одна семья. Да, Ваня, ты поедешь с нами на море. Были бы, что будет Handкл. Вы ес. Харьков. Замерзла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok